Я вчера выступал на круглом столе с темой «А зачем нам нужен мир?» И, собственно говоря, все свое выступление сосредоточил на вопросе отечественной войны. Потому что у нас какая-то великая победа, а главная составляющая, значит, так, как... Просто и основные смыслы как-то их закамуфлировать, замазать, вот, «Великая победа», «Кого, чего, зачем, над кем, почему». Вот, и текст я не буду пересказывать, вот, он написан, нужна ли, хотят ли русские войны, хотят ли русские третью отечественную войну. Этот текст написан, вот, по вчерашней речи, он, собственно говоря, разослан, там, я объяснил, что их глуплю я, и этот текст, значит, распространил. Поэтому я его пересказывать не буду. Но главное там содержание такое? Отечественная война – это война духа. Вот, значит, ярость благородная вскипает. Вот, пока эта ярость благородная вскипает, и война неотечественная, и все войны, которые были неотечественными, были правильными. Значит, поэтому, идя навстречу победе в третьей мировой войне, главный вопрос, а с чем, собственно говоря, Россия вступает в эту войну, и где основания для замечательной победы? Вот, так, значит, и зачем тут нам нужен мир? Если вы вспомните все эти лозунги «нам нужен мир», «фонд мира», все это было, значит, пропагандистским, так сказать, нематериальным обрамлением, чего? Собственно говоря, доктрины ядерного сдерживания. Тогда было понятно, значит, какая была материальная сила, это был, собственно говоря, ядерный паритет, и на, значит, фоне этой материальной силы была развернута нематериальная сила. Но и теория становится, значит, материальной силой, когда она продевает массу. Оружие критики, значит, не может одолеть критику оружия. Материальная сила должна быть, словно, материальной силой. Но и теория становится материальной силой, когда она продевает массу. Маркс. Так вот, значит, если у нас сейчас такая же какая-нибудь материальная сила, которая может стоять под, значит, лозунгом «Нам нужен мир» со всеми соответствующими действиями, там, декларациями и прочими оформлениями. Так вот, если задуматься над этим вопросом, выникает следующее соображение. Ну, ядерный паритет уже не является, значит, ну, собственно говоря, сдерживающей... Это ядерное сдерживание, значит, доктрина ядерного сдерживания уходит в прошлое, если уже совсем не ушла. Поскольку, значит, вот, бряцание ядерным оружием, которое вынуждено, значит, демонстрировать России, поскольку больше бряцать нечем, вот, в виде объявления новой ядерной, новой военной доктрины, которая, собственно говоря, рассказывает, ну, мы вам, значит, и в превентивном виде, как вымажем, значит, эти самые... Это вроде покажем, пусть мы вам. Значит, и это все выглядит как-то, значит, не очень серьезно. Почему? Потому что были созданы высокие социо-гуманитальные технологии управления поведением людей, вот. Эти технологии замечательно работают, блокируя волю лиц, принимающих решения. И когда я, значит, всякий раз рассказываю, там, значит, любовь, 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 так вот эта любовь, любовь, любовь не даст возможность тому человеку, которому нужно принимать решение, отдать приказ на, значит, неограниченное применение ядерного. Как быть? Значит, для того, чтобы это ядерное сдерживание еще как-то работало, значит, нужно было бы в доктрине прямо сказать, невзирая на, значит, в шествии в Париже, значит, вот эти вот несут цветы, свечи, мягкие игрушки, вот невзирая на все это, значит, антуражность, значит, вот тут нет, 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 мы за мир, значит, должно было бы быть четко сказано, применение, значит, применение ядерного оружия в массированном, ответно-встречном, какому-то ответ, последнем, какому-то угодно ударе, будет приниматься не человеком, а будет сделано автоматизировано, после того, как в соответствующую автоматизированную систему на входе появится соответствующий сигнал. Какие там сигналы, я не знаю, вспышка справа, вспышка слева, там еще чего-нибудь там. Если этого не прописать, то есть неотвратимость без участия человека в принятии, значит, решения нажать на кнопку, что машина нажмет на кнопку, если на входе будет соответствующий сигнал. Но этого нет, этого не объявили. А вы помните, как у нас начиналась война по принуждению Грузии, значит, к миру, значит, полдня искали министра обороны, значит, Сердюкова, значит, ну и так далее. Вот нас всегда, значит, мы очень долго запрягаем. Вот поверьте мне, я шесть лет на оперативном дежуре, я вам точно скажу, все у нас, и все системы, и только принятие решений у нас никогда не состоялось. Никогда не состоялось. Потому что это все упирается в человеческий фактор и так далее, и так далее. Как же быть? Если что-нибудь, если это ядерное сдерживание уходит, а, собственно говоря, американцы, значит, уже и говорят, ну, там, это все замечательно, вы там бряцаете ядерное оружие, но, значит, война нового типа, вот эта гибридная война, нам для победы нужен будет от четырех часов до двух часов. Вы не успеете вообще, значит, разобраться, что происходит, можно вас, сказать, это в насилие, в хорошем смысле. Так вот, что же, собственно говоря, делать в этой ситуации? Есть ли какая-нибудь сила, которая могла бы, значит, ну, вот, материально, нематериально, которая могла бы быть, значит, основанием под исполнением, притворения в жизнь этого лозуга, нам нужен мир, чтобы этой самой войны-то не было. Вот я вам должен сказать, что я такую силу не нашел. Сейчас я вам объясню, почему. Значит, что у нас вообще происходит? Значит, благодушие, все хорошо, все вроде там, ну, не важно, там, санкции, там, что-то там происходит, цены в магазины взлетели, ничего, ничего, пишите какие-то там, значит, сообщайте, вроде бы, на пользу службы, там, ну, вдруг. Все это, значит, ком он варится, в благодушие. Вот, значит, у нас замечательный какой-то гайдарский форум происходит, одновременно с ним какой-то, значит, контр-меркурий-клуб, там все, что-то обсуждает, обсуждает, обсуждает. А я вам скажу, какие взлетные признаки проявляются, чего нас ждет, а ждет нас следующее. Значит, вот власти приготовились к какому-то, значит, Майдану, который должны организовывать какие-то, значит, силы либеральные, вот, с белыми ленточками, но он как-то никак не получается. А готовили к власти к Майдану, который будет проводиться патриотами. Я думаю, что, может быть, какие-то мысли у кого-то, значит, там, и блуждают, но вряд ли за то. А какой признак проявился? Совсем недавно, значит, коллега Куркинян в Ютьюбе показывает, значит, смор, школы высших смыслов. Значит, он там набрал 300 спартанцев из молодежи такой, значит, многие в очках, явно, значит, обремененные какими-то знаниями. И вот он их там, значит, чего-то в какой-то поселок Александров, он там, значит, что-то построил, всем сказал, что... Ну вот эта вот власть там, она вот в Донбассе, там, все, значит, проигрывает, все. Вот вы будете политическими офицерами, и за вами будущее. Равняйся там, что... Ну, у них там полковника настоящего нет, это какой-то, значит, там, немножко это все интеллигентно очень, ну, да, какой-то строй вроде бы, значит, обозначен. То есть, вот кто собирается перехватывать. А что перехватывать? Перехватывать патриотический Майдан. И я вам точно даже сказал, когда его можно ждать? После 19 февраля, 19 февраля это, значит, Новый год по китайскому календарю, а это год жертвенного Адмунца. Потому что, значит, все эти наши астрологи там рассказывают про какую-то козу, значит, какую-то деревянную козу, там, что-то такое. Вот, а, значит, вот эта вот часть, а каких энергий, собственно говоря, это космический календарь, значит, говорится, потому что, что такое дракон? Дракон это сила. А что такое, значит, тигр? Тигр это энергия. А что такое, значит, смея? Смея это мудрость. А что такое, значит, ложь? Ложь это работа. А что такое баран? Баран это судьба. Вот это, значит, год, это, значит, барана, а он, значит, зеленый, зеленый фвосток. Это мы, это наша Россия, понимаете, в этом, значит, раскладе. Это год, когда, значит, у нас тут должно произойти, значит, вот судьбоносные вещи. Ну, и до пятого марта. А пятый марта это годовщина смерти Стали. Поехали на годовщину смерти Стали. Ждите, друзья мои, обязательно будет вот этот, значит, разворот этого жертвенного барана. Он тут, значит, должен, ждать остался недавно. Ну, а дальше-то что? А дальше-то битва конца. Дальше-то битва конца. Папа Римский, значит, франциск, он не только сказал, что война, значит, третья мировая началась. Он сказал же и то, значит, что его, скорее всего, значит, до 17-го года убьют. А почему его убьют папки? Почему папа это говорит? Да потому что он пытается, так сказать, как-то не пустить, удержать католический мир, а втягивание в эту самую, значит, войну. Какую войну? Значит, о которой говорил политический кисловес Кислинжер. Не путайте с легковесом Кургиня. Что он говорил, значит, Кислинжер в 19-м году? В 19-м году это последний год той истории, которую мы понимаем. Помните, в 19-м конец света, там, туда-сюда, да, придавим, ай, все пропустим. Так, почему? Да, действительно, идут тут дальше. Пуртинские слова. Тектонический процесс, глобальная трансформация. Вот этот, Тектонический процесс глобальной трансформации. Вот этот, Тектонический процесс глобальной трансформации, это уже никто еще не понял. Так вот, в 19-м году, значит, что сказал Кислинжер дважды, значит, там какая-то журналист из Нью-Йорк-Пост, значит, там спрашивал, значит, он говорит, через 10 лет государства Израиля не будет. А дальше, только глухой не слышит барабана войны. Что значит? Только глухой не слышит барабана войны. Значит, это государство Израиль не будет в результате, чего? Большой войны на Большой войне на Большой Ближний Восток. Это включая, серебряная работа, генестральная, откройте атлас ЦРУшный, там он, как вот, и нарисован. Что это значит? Это и значит то, что в Писании сказано битву конца. Параб не хочет, чтобы католический мир в ней участвовал. А кто-то хочет, а кто хочет. А вот эти вот консолидации Запада, значит, там в Париже, нет этих, значит, там каким-то там, значит, чё мы, какие-то там, а кому нет вот этих террористов с лицом, значит, какого-то там радикального ислама. А где этот радикальный ислама? Так это же исламский государство, новый халифат. Туда убежала какая-то девочка, значит, там и вот, значит, она прямо туда убежала. Вот мы её, значит, эти европейские страны 14 февраля собираются, значит, на санит и будут решать, как они будут, значит, уничтожать королизм. Друзья мои, вот оно, вот там старт и битва конца. А Папа Римский, значит, от этого дела пытается как-то, значит, в сторону идти, как-то, значит, так, увернуться. То же делает и наш мастер черного пояса. Он пытается выскользнуть из этой, значит, из этой засады. Но, значит, капкан Украины лишил нашей свободы манёвров выскользнуть, собственно говоря, совершенно, так сказать, незаметно уже не удастся. Так и что? Значит, а что может, собственно говоря, возвращаясь к тому, нам нужен мир? Почему нам нужен мир? Потому что реально-то, значит, нет никаких оснований полагать, что эту войну-то наша Россия, та, которая есть во имя. Значит, помните эту песню? Хотят ли русские войны? И там-то, значит, да, мы умеем воевать, но не хотим, чтобы опять... Вот, вот это вот, вот поэтому нам и нужен мир. Почему? Потому что эта Третья Отечественная война, это огромный жар. Это страшное сжатие жизни народа, значит, болезненными всякими вещами, которые, собственно говоря, начались. Которые начались. Вот эти вот санкции, эти, значит, подорожания, дальше, значит, социалка, всё это впереди. Это сжатие, 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 сжатие. Ну и чем же, так сказать, мы тут можем помочь? Ну, духом, потому что Отечественная война, это война духом, родину-мать зовёт. Кого зовёт? Сынов. Куда? Бой. На какой? На освободительную, на священную войну. Какую войну? Священную войну. Справедливую. После чего? После того, как Москва, оспалённые пожары, Французы, он добавил. Дошли уже до стенки, блядь. Вот, значит, после чего? Как было раньше с духом? Раньше с духом было так. Я имею в виду во времена Орды, до того, как, значит, на нашу Русь святую пришло византийство, и до русского ростова, который, собственно говоря, значит, этот дух, русский дух, ижат отца исходящий. То есть мужской дух не перевёл, собственно говоря, в эту, Россия, женская душа, вот в этом всё смирение, терпение, кротность, покаяние, значит, всё вот это. Любовь, любовь, вот, значит, до этого, а до этого был так, значит, десятки, ну, там, больше поделился на десятки, там, сотки, там, прочее. Значит, если кто отступает, то, значит, всю эту десятку, значит, ждёт смерть. То же самое дело, товарищ Ставинка, да, значит, заградительный отряд поставил, значит, в 41-м году уже дальше Москва, ну, ещё вот так. Ну, а как эта десятка, так сказать, как эта сотня строилась? В первую ряду были старики, почему? А те, которые, значит, готовы были умереть на поле боя, а не отряглости в постели. Вот они были впереди, они были все в дух, они готовы были умереть, следующее были, значит, там уже повзрослевывали, третий ряд был молодым. И когда, значит, эти старики гибли в полном, так сказать, понимании, что они делали, они демонстрировали, это не сокрушение. Они демонстрировали не сокрушение мужской дух. А дальше уже, когда доходило до молодых, эти уже, так сказать, были в духе и сокрушали всё. Вот. Об этом не любят писать. Значит, ну, а что у нас сейчас? Кто бы мог, где эти ветераны, которые, значит, невзирая и не хотели бы умирать, понимаешь ли, от тряхности в постели, и пошли бы, понимаешь ли, собственно говоря, демонстрировать этот дух? Нет ли этого? Всё перековали, всем выдали, значит, пайки, значит, вот и я тоже, у меня там какой-то удостоверенец, туда-сюда, всё, так, 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 нет, как бы, значит, дух мы, где мы поймаем этот дух? Мы можем его поймать до того, как, собственно говоря, произойдёт этот канун Третьей мировой, Третьей Отечественной войны? Отечественной войны? Отечественной почему? Потому что поймёт дух. До этого что-нибудь можно сделать? Значит, читаем Писание, значит, там есть какие-то, в этом Писании, значит, есть какие-то разумные короны. Какая их функция? Они вразумят на ноль. Они эту битву конца не остановят, но вразумят на ноль. То есть они должны, собственно говоря, объяснить ход этих, этой глобальной трансформации и исход этой глобальной трансформации. Это и есть образ победы, что должно быть потом, за что, собственно говоря, придётся, так сказать, эту Третью, возможно, придётся эту Третью Отечественную войну ввести. Поэтому речь идёт о том, нужна декларация? Нужна. Что нужно дальше? А нужно рассказывать, следующее, 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 вразумлять в ноль. И это, собственно говоря, и делает, ну, не опалить, сколько можем. То есть фактически речь идёт о том, если мы не можем продемонстрировать дух сейчас, а этого было достаточно, если вы можете продемонстрировать дух, всё, никто её воевать не станет. А если вы не можете продемонстрировать дух, тогда надо, по крайней мере, продемонстрировать премудрость Божию Софии. По крайней мере, показать, что у нас есть ключи от него. По крайней мере, показать, что мы знаем, как ходит, как сдают. Тогда, может быть, вразумляя многих, можно будет, если уж не совсем, так сказать, из этой битвы конца, так сказать, вывернуться, то покасательно в ней, так сказать, поучаствовать малой кровью и с меньшими издержками. Вот какова задача стоит перед ним. По которым можно было увидеть, какая участь нам, на самом деле, уготовлена. Давай сразу вот такую страничку с цитатами. Это просто будет интересно всем посмотреть. Вот. Да? И вот различного рода замечательные люди, которые себя относят к операльному голову. Вот они все. Плохо видно, наверное, да? Саш, можешь прочитать? Сейчас, сейчас, секундочку. Увидите, давай. Увидите, давай. Я не вас читаю. Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации. Самого влюбленного, обидчивого, трусливого подонка. Я могу связать, сказать твердо, на основании своих собственных наблюдений, русский мужчина самый мерзкий, самый отвратительный и самый никчемный тип мужчины на земле. Альфред Кох, бывший главарь Васильевича. Всем на свете стало бы легче, если русская нация прекратилась. Валерий Панишкин, журналист Дождя. Пора прекратить лицемерные причитания о чувствах федеранов, которые оскорбляют нападки на советовую власть. Зло должно быть наказуемо. Александр Патробинок, политик. Если бы Россия разделилась на части, в некотором количестве частей началась бы нормальная жизнь. Юлия Латынина, писатель. Лучше бы фашистская Германия в 45-м году победила СССР. Александр Минкин, публицист. Истребляйте. Всех поголовно. Меньше народа, больше кислорода. Вам мешает российский народ, его нужно ликвидировать. Я не призываю к смене власти, я призываю к смене народа. Людмила Нарусова. Жена, она тоже. Я считаю, что мужчин в массе своей животными, существами даже не второго, а третьего сорта. Артемий Троицкий, музыкальный критик. Россия невоспитанная, грязная, нищенка, злобная и неумная. Потому что такое поведение не вызывает только благодетель. Россия должна понять, что ее история – это история болезни и преступления. Валерия Новотворска. Русский народ – это генетический мусор. Есения Собчак. Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять. Михаил Швамецкий. Россия, как государство русских, не имеет исторических перспективов. Егор Гайдар. Это лишь некоторые, скажем так, цитаты, которые появились в том числе информационном пространстве. И это на самом деле то настроение, которое царит в большей части. Хотим мы это, хотим, той вида, которую мы имеем. И на самом деле, вот то же самое, я не хочу делать там на врагов, не на врагов, не в этом дело. Но то же самое силы, которые существуют внутри страны, с которыми нам будет очень сложно бороться. Дело в том, что то, о чем говорил Андрей Петрович, вот сейчас о том, с чем мы можем выйти в эту войну, на самом деле мы выходим вот к этому этапу в достаточно сложной внутренней ситуации. У нас на самом деле нет проекта образующей элиты, но мы об этом, кстати, говорили, давно уже говорили, наверное, но лет 10 уж точно, наверное, говорили. У нас нет проекта образующей элиты. Это первый. Второе, у нас на самом деле внутри страны создан вот этот мощный дрон. Можно назвать пятая колонна, можно назвать шестая колонна. Колонну не назовите, но это тот тип людей, которые на самом деле не радуются, когда в стране у нас не все очень хорошо. То есть, если вы слушаете, скажем, «Кагао», я часто слушаю «Кагао», потому что слушать только «Школу здравого смысла» это не всем правильно, потому что нужно знать и противоположить точку зрения. И вот слушая размышления, там вот недавно такой эфир с Максимом Шевченко, ему опонировала там, по-моему, Карина Рыбова есть такая, да, и вот они как раз на тему говорили по поводу вот «Шашакли». Конечно, трагедия, конечно, безусловно, ну, скажем так, да, там, погибли люди, безусловно, да, то есть мы же не радуемся. Но реакция вот на то, что произошло, она, конечно, не сопоставима с теми событиями, которые хотя бы происходили, ну, здесь, да. Первый вопрос, который возникает, сожгли почти 100 человек в отецком доме, причем те-то вообще, как говорится, не по делу, да, там были, не дразнили, ни карикатуры не выпускали, ничего, да, и как-то мировая общественность на это реагирует вполне нормально. При этом, если вы скажете, открыли еще что-нибудь, скажете, ну, вот я не очень понимаю, да, почему.